Всем всего! Хотелось бы напомнить, что у меня также есть каналы в Телеграм, Дзен, Рутуб и ВК, поэтому переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь. Успех игр, фильмов, да и студий в целом мы замечаем, и зачастую думается, этот успех не просто заслужен, но и потерять его будет невозможно. Ведь как так? Сделали один раз шедевр, ну или коммерчески успешный проект, а значит смогут повторить. Но практика показывает, что это не так. Однако есть студии, которые после успеха определенного проекта начинают перестраиваться, диверсифицировать направление, изменять контент, или же целиком и полностью менять вектор компании. И кому-то это удается, а кому-то нет. История успеха это довольно скучная хрень, а вот провал звучит куда интереснее. Сегодня я расскажу немножко про успешный успех и про успешно прошлепанный успех. Самое забавное, что некоторые высказывания людей из провальных студий были в поддержку санкций, но вот сами они их водить не стали, и их игры до сих пор доступны для русского сегмента Steam. Вот только вот кому они сейчас нужны? А есть игры, которые хочется купить, но просто так этого сделать не получится. Но как хорошо, что существует Bifrig. Это маркетплейс лицензионных игр для ПК и консолей. Ассортимент маркетплейса огромный, более двух с половиной тысяч игр от множества издателей. Самые громкие новинки прямо в день релиза. Популярные игры по лучшим ценам. Ну а главное, все продукты доступны на территории Российской Федерации, и с оплатой проблем не возникнет. И поскольку тут не продаются аккаунты, крякнутые ключи и прочие не совсем официальные способы поиграть в игры, то проблем возникнуть не может. Только лицензионные ключи, которые моментально доставляются на указанный вам e-mail. А активировать игру проще простого. Порядок действий, конечно же, зависит от платформы, но везде это делается довольно просто. В Steam это делается так. Заходим в Steam, внизу нажимаем плюсик и вводим полученный ключ, который придет вам на почту сразу после покупки. Но если у вас вдруг все же возникнет какая-то проблема, то дружелюбная поддержка в кратчайшие сроки поможет вам ее решить. Be Freak Marketplace, который позволит вам без проблем покупать игры, как новые, так и не совсем новые, но зато с большими скидками. Ссылка на Marketplace в описании. Я тут уже набегнул про одну студию и начнем с нее. Тинни Билд. Студии Тинни Билд, а точнее издательством, наверное, владеет целиком и полностью Алекс Ничипорчик. Ну и еще немножко китайская натыса, другие инвесторы, но это совсем чуть-чуть. Основный пакет акций у Алекса. Сейчас эту студию, а точнее издателя, знают уже более-менее хорошо. Они помогают маленьким командам. Почти всегда помогали и продолжают это делать. Своих игр у них нет, ну почти. Одна игра. Называется «Нет времени объяснять». А так они фокусировали свою деятельность в основном на издательстве. Не хотелось бы грубить, но это, знаете, сапожник без сапог. И все шло местечково, но зато стабильно. В основном 2D игры. Неплохие, но небольшие, что очевидно. Тут вам и Пати Хард, и Панч Клаб. Я думаю, многие про них слышали, но и менее известные игры тоже у них имелись. Но все это закрутилось сильнее в 2017 году. Студия Динамик Пиксель. А, простите, небольшое отступление. Человек, который делал их сайт, который боится, что его уволят за этот сайт. Огромное тебе спасибо. Это самый лучший сайт студии разработчиков видеоигр, который я когда-либо видел. Безумно душевный. Так вот, спасибо тебе еще раз, чувак, повеселил. И вот инди-студия из Воронежа, из 8 человек, подарила как себе, так и издателю в лице Тинни Билд неплохое такое существование. Я, конечно же, не знаю, как сейчас поживают сами разработчики. Я не знаю, какой у них был именно контракт с Тинни Билд. Но вот у самого издательства в лице Тинни Билд после успеха игры «Привет, сосед», все было просто шикарно. Игра разошла с тиражом свыше 5 миллионов копий. Причем это довольно-таки сильно устаревшая информация. Бизнес у Тинни Билд попер в гору. Первое, что они сделали, казалось бы, было верным решением. Они диверсифицировали все, что только можно. Яйца в одну корзину, как известно, не кладут. Поэтому они решили начать и закупаться студиями. Причем довольно-таки масштабно, но не сразу после выхода оригинальной игры. Игра «Привет, сосед» порвала YouTube из-за летсплееров. И после этого она стала очень успешной. И вот на деньги, полученные от этой игры, Тинни Билд начал скупать студии. И самое смешное, что из СНГ. Ну хотя нет, смешного здесь, наверное, ничего нету. Алекс Нечипорщик знает русский язык, хорошо общается с людьми из индустрии. Связей у него было много и до успеха студии. Поэтому делал он все верно. СНГшные студии дешевые в зарплате. И следовательно, с ними контракты куда выгоднее подписывать. И так длится и до сих пор. И вот тут я даже не знаю. Благодарить его за то, что он дает маленьким инди-командам шанс? Или ругать его за утечку мозгов? Вот два примера. Игра Bookwalker, которая недавно вышла. И вышла в том числе и в Геймпасс. Ее сделали три человека, которые проживают на территории Российской Федерации. Эти три человека в течение шести лет делали игру. И вот сейчас, благодаря издательству Тинни Билд, к ней сможет приобщиться множество людей. Как известно, Геймпасс творит чудеса. Денег, может быть, они немного заработали, но вот узнаваемость они определенно получат. И второй пример. Студия Динамик Пиксель. Они существовали с 2004 года. Делали в основном мобилки. И вот у них получается хит. Привет, сосед. И Тинни Билд поглотил их. Просто основали новую студию, в которой входят теперь и разработчики из Динамик Пиксель. И разработчики из Воронежа переехали в Нидерланды. И вот тут палка о двух концах. Радоваться за разработчиков хочется. Но, мать твою, неужели нельзя делать игры здесь? Хотя вопрос, ну, слишком дискуссионный. Сам же Алекс высказывает такую позицию, что нужно бежать из страны и каяться. Ну, если, конечно, вы слушаете определенный подкаст, вы это знаете. Короче, вопрос слишком дискуссионный и слишком сложный. И вот такая вот политика издательства Тинни Билд, касательно небольших игр, длилась до сих пор. Длилась, она маленько изменилась. Она могла измениться еще сильней? Ах, потому что был такой интересный случай. Алекс, видимо, выполнили таблетки. И предложил выкупить игру The Day Before. Это звучало и выглядело крайне абсурдно. Мол, он не верит, что игра получается. И готов ее выкупить. То есть, весь интернет считает игру фейком. Он, в том числе, исходя из контекста сообщения. При этом, хочет ее выкупить. Это, это вообще как? Как это работает? Я так и не понял. Может быть, если ты думаешь, что игра фейк, то нужно просто создать свою в похожем жанре сеттинге, потому что та игра не выйдет, ведь ты думаешь, что она фейк. В общем, эта ситуация крайне странная. Короче, казалось бы, что все стабильно. Но это только казалось. Недавно акции компании упали вниз за один день почти на 80%. Годовой отчет для инвесторов оказался недостаточно хорошим. И прогнозы на следующий год не такие радужные, как были до этого. И все делают вид, якобы не понимая, с чем это связано. Но все же и так понятно и очевидно. Они потихоньку отходят от этой идеи. Они начинают инвестировать в довольно большие проекты. Например, украинская команда Hologriff. Сейчас они делают игру Send. И вот ее трейлер, например, ознакомьтесь. Это будет очередной PvP, PvE, дрочильный. Но такие игры, даже несмотря на то, что они уже набили многим оскомину, стоят гораздо дороже, чем предыдущие их работы, по типу Party Heart, например. И поэтому прогнозировать все гораздо сложнее, чем с 2D-играми. Ведь цикл разработки у 2D-игр меньше, команды меньше, бюджеты меньше. И, как следствие, рисков меньше. Да, потенциальная прибыль меньше, но зато ты рискуешь. Меньше, опять же. И эта новость про тени Билл была неделю назад. И многие начали хранить издателя. Я понимаю, что падение в 80% звучит мощно. И акции стоили 40 рублей за штуку, а сейчас 10 рублей за штуку. Так что да, чувствуется масштаб. А самый минимум, который стоили акции этой компании, это 7 рублей 30 копеек за одну штуку. Но вот сейчас хоть цена маленько подросла. Но важная деталь. Когда компания стала публичной, ее акции начинали торговаться с 250 рублей за штуку. И доходило почти до 300 рублей за штуку. А это было всего 2 года назад. Почти 300 рублей за акцию. А сейчас 10 рублей за акцию. Падение почти в 30 раз. За 2 года. Мем инвестировал в говно и еще никогда не был так актуален. Потому что если хотя бы просто посмотреть на график акций компании, то можно сделать вывод, что они никогда и не росли. Они все время падали. Грустно, наверное же, быть инвестором на старте. И самое забавное, что каких-то диких провалов у них, как у издательства, не было. Но почему все так? Почему акции только падают? Все на самом деле очень просто. Рост компании не был постепенным. Он не был органичным, скажем так. Это был всплеск от одного проекта. Привет, сосед. И даже несмотря на то, что франшизу пытались как-то доить и пытаются до сих пор, результаты уже не такие великолепные, как с первой игрой. Ведь уже нет этой вирусности. И поэтому происходит постепенное падение. И оно будет идти и дальше. Если не будут выходить хорошие крупные игры. Хотя бы более-менее средние, а не те, которые были раньше до Привет, соседа. Вот забавные цитаты из финансового отчета компании. Ожидается, что 2023 финансовый год станет низкой точкой с точки зрения финансовых показателей и уровня денежных средств. И совет директоров с нетерпением ожидает выхода новых игр с более крупным бюджетом, релиз которых запланирован на 2024 и 2025 год. Прием аудитории недавно анонсированных игр обнадеживает и предвещает хорошее будущее. Ну и самая мякотка. Как указывалось ранее, Тинни Билд продолжает тщательно анализировать влияние конфликта в Украине. И изменчивую макроэкономическую ситуацию. Конец цитаты. Казалось бы, приплили и нашли на что надавить, но нет, это не так. Студия, которая сейчас делает игру Сент, расположена во Львове. И вот вам и пожалуйста, получается, что вытянуть разработчиков из Воронежа можно. А вот из-за Львова, где может пострадать вся разработка, нет. Хотя ладно, политику приплетать не буду. Алекс Нитипорчик, конечно, и сам приплетает на подкастах и в принципе почти везде. Но я, пожалуй, от этого воздержусь. Ну и вон нахер. И критики компании, конечно, потеряют ручки. Но знаете, это глупость. Компания Тинни Билд не умрет. Но вот сама ситуация наглядно показывает, что на одном, пусть и вирусном проекте, выстроить огромную компанию очень сложно. И получается это у единиц. Хотя именно Тинни Билд пытались, но не фартануло, как говорится. Студия из Воронежа подарила Тинни Билд шанс выбиться в крупные издатели. Но Тинни Билд все успешно просрала. Хотя, конечно же, пока рановато об этом судить. Ждем выхода игры Сент. Перейдем к немцам. И к студии Дайдалик Энтертеймент. Если вы любите 2D квесты наподобие лукас-артовских, то для вас название этой студии непростой звук. Вы хотя бы должны знать серию игр Депония. И вот смотря на Дайдалик, я не понимаю, откуда у них взялись деньги. Я прям... Я вот серьезно, я не могу это понять. Из списка их проектов, как разработанных, так и изданных, нет безусловных хитов. Есть, конечно же, успешные проекты по типу Бара Травмы, или Партизанов, ну или может быть даже Клона Дарк из Данжен. Но вот ни одного 100% хита я там не увидел, и это странно. Странно, как им удалось заполучить права на Ластерин колец. Я просто ума не могу приложить. Понятно, что денег на разработку у них не было, если мы возьмем результат, как бы, для понимания того. Но как они заполучили, в принципе, права, вот это меня маленько смущает. Но не суть. Штат сотрудников Дайдалик Энтертеймент маленький, и это очевидно. И даже с этим штатом можно было бы сделать, в принципе, хорошую игру, если был бы опыт. А его, видимо, и не хватило. Они всю жизнь делали в основном 2D-квесты. А тут нужно было делать 3D-игру непонятного стелс-жанра. И знаете, это то же самое, что случилось с фильмом Дети против волшебников. Студия, которая нарисовала этот мультфильм, до этого занималась только 2D-мультипликацией. И по задникам Детей против волшебников это видно. Но тут пришли люди и сказали, эй, братан, нужно 3D делать, 3D, хорошо будет. И поэтому вышел такой мультик. Люди просто не работали с 3D до этого. И вот тут, как мне кажется, ситуация плюс-минус такая же. Игра голым вышла полным провалом. Хотя я, конечно же, в неё не играл. И судить, по идее, так нельзя. Поэтому я её застримлю. А после этого посмотрим «Властелин и колец» в гоблинской озвучке. Чтобы полирнуть упор от ситуации. Чтобы не пропустить этот стрим, подпишись на мой телеграм-канал. Я стараюсь там не заебывать людей и не скидываю по 300 мемов в день. Поэтому какого-то совсем дикого спама от меня там не будет. Ссылка, если что, в описании. Так вот, если мы поверим в то, что игра плохая, а мы в это поверим, потому что она выглядит таковой, то даже неудивительно, почему она вышла такой. Они попытались откусить огромный кусок, как говорится, который они оказались не способны проживать. И вот они сейчас заявляют, что больше не будут разрабатывать игры. Отчего лично мне грустно. Сейчас, конечно же, делают новую депонию, но делают не они, какой-то там подрядчик отдельный. А я бы с удовольствием поиграл в какие-нибудь другие квесты от них. Ведь у них действительно получались интересные истории. Но вместо этого они будут концентрироваться на издательской деятельности, которая у них более-менее получается. А издательская деятельность у них выглядит, как у молодой компании TinyBuild. До того, как пришел сосед и все испортил своими деньгами. То есть маленькие, небольшие игры, но зато более-менее много. А также выяснилось, что студия работала над еще одним проектом по Властелину колец. Но его уже отменили, что весьма логично. И какие мы можем с вами сделать выводы? Ну, выводы на канале у нас вы делаете сами. Да нет, шучу, конечно же. Выводы делаю я, вы либо соглашаетесь, либо даете аргументацию, почему нет. Так вот, вывод такой. Игровая индустрия, как и многое другое, это чертова лотерея. Фильмы, ютуб-каналы, музыка, игры, да и в целом жизнь. Во многом все зависит от удачи, на которую мы не в силах повлиять, даже своими верными решениями. Но это не значит, что нужно складывать ручки и ждать, пока что-то изменится. Под лежащий камень вода не течет. Поэтому лучше припринимать хоть что-то, чем просто сидеть. Но перед тем, как что-то сделать, нужно хорошенько подумать. И вот студия Daydalic Entertainment, например, не подумала, что она делает. Или почему-то даже не увидела результата своих действий. Игру переносили. Но почему-то они такие, блин, ну вроде выглядит нормально, выпускаем. Я не понимаю, в чем была причина такого релиза. Конечно, отменять проект было бы нельзя. Деньги уже вложены. И их нужно как-то отбивать. Но в любом случае, выглядит все крайне прискорбно. И вот они, две студии. Две очень похожи друг на друга студии. У одной все получилось благодаря удаче. А у второй, ну, сами понимаете, что нет. Что ж, а на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также залетайте мой телеграм-канал и не пропускайте анонсы стримов. И спасибо за поддержку на Бусти. Отдельное спасибо спонсорам с никнеймами Лаки Мук, Эрон Стоун, Алё Чо Три Икса, Сибирский Нефтяник, Хриноман, Лемон Ти и Притчер. Если и вы хотите попасть в эти сомнительные титры, то ссылка на Бусти в описании. А на этом уж точно все. И всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok